очаков тв представляет ты кушать хочешь ты кушать хочешь ты голодный что ли я тебя пришлю ты умираешь от голода или что ты где живешь а нет работы бедно я тебе пришлю куда тебе прислать скажу у меня есть вон смотри что тебе смотри могу тебе прислать вот смотри видишь это миндаль в шоколаде хочешь миндаль в шоколаде хочешь пришли ну есть что кушать у прислать тебе немножко не не надо присылать тебе миндаль в шоколаде не хочешь а что ты хочешь суп тебе прислать суп а что штока что тебе прислать гречку 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 прислать тебя до хрена с 2 блин чуваки забудьте больше никто вам никогда помогать не будет у вас не будет ни работы не пищи все забудьте забудьте я знаю что сидишь без я знаю так так вам и надо сидите дальше сидит он без работы сиди сиди это у него троллинг такой или что я не понял но но было смешно экстремизм а цена на мясо поднялась на 50 рублей всего за неделю и теперь килограмм самый бюджетной говядины обойдется хозяйкам в 450 рублей стройнее будем вы слышали это захарова знаете захарова да это наш пресс-секретарь да да башка машка захарова называется почему машка она какой она она не пресс-секретарь у вас говорящие усы песков нет а машка захарова она никакой не пресс-секретарь она представитель министерства иностранных дел она не пресс-секретарь но но так вот смотрите она сказала что украинцы типа приватизирует монополизирует но рецепт борща и это ксенофобия и нацизм потому что они считают что только они правильно умеют варить борщ реально это она сказала могу вам включить верите еще посмотрю капец слушайте сколько у вас капуста стоит что капуста сколько у вас стоит час говорят в два раза подорожала у вас капуста нет я вам скажу что на продукты наоборот час снизили цены я походил и покупал ну скажем грубо говоря борщевую сколько сколько картошка стоит сколько картошка 55 рублей а где вы в каком городе крым а вы в крыму до сейчас подождите картошечка сейчас это вот у меня управляющий купил буквально подождите подождите вот сейчас вот как раз о картошке речь смотрите наши сумки классический набор для борща это картошка морковка свекла лук капуста и этот набор обошелся нам 205 рублей по мнению посетителей на 20 процентов дороже чем обычно инфляция в россии ускорилась сейчас каждую неделю она в среднем растет на пол процента в годовом выражении по ценам минэконом развития рост будет почти 13 процентов это в два раза больше запланированного правительством рост цен в первую очередь заметен на продуктах питания которые дорожают уже не первый месяц капуста свекла морковь и другие овощи необходимые для приготовления кубанского борща с начала года набора декабря сколько у вас картошка стоит 55 рублей в краснодаре 80 рублей вот вы врете блина краснодаре всегда дешевле чем крыму 80 рублей вот показывают прям по телевизору а слушать давайте так я вам скажу если вы приедете крутой супермаркет и зайдете купите на 75 на рынке на рынке вот показывают рынок вот я вас понял рынок рынок краснодаре я вас понял я вам говорю что я купил вот ну не я купил мой управляющий купил управляющий который вами управляет нет он управляет по гостинице а ваши гости у вас гостиница что там два сарая и в ней в них по четыре раскладушки каждый месяц полтора сарая и первый кстати накрыт брезентом совершенно вы верно поэтому я цен не знаю я узнаю потому что я вчера картошку мудирах варил попросил у них четыре картошина хорошая картошка купили по 50 рублей это выездная машина которая ездит здесь о так я же вас только я же вас только что спросил почему вы говорите я не знаю нет я картошку вспомнил потому что я вчера картошку вспомнили краснодаре по 80 на рынке а в крыму блин который дороже в два раза или в полтора чем краснодаре по 50 слушайте я хочу вам расскажу одну причем давайте я купил машину бессовестно прожорливую ну очень прожорливая какая какая машина но я вам опять скажу вы скажите покаж ключи как обычно украинцы пока но какая машина инфинити 80 какого какого года года какого 17 послушайте дайте вам давайте ключи показываете ой так слушайте рассказывайте 10 ключи пока мне надо идти на первый этаж я для вас это водил не слушайте дайте вам расскажу так вот мне брат говорит зачем ты купил такую машину она же жрет столько прожорливая знаете что ему сказал что у меня есть я у меня есть конь у меня есть деньги на корм коню так что пусть она и 80 рублей стоит у нас есть деньги обалдеть вы такой же не только богатый но вы еще и остроумный такой вы так брату сказали ух аж вы меня развеселить не хватает и да у меня заработки нормальные не хватает я даже не знаю сколько хлеб стоит вы даже не знаете сколько стоит хлеб обалдеть вы просто олигарх наверно крымский я вы в каком городе вы живете ну вот севастополем под севастополем так здрасте а какие у вас гостиницы там где у вас далеко от моря гостиниц до 20 метров а кто у вас там останавливаться будет ваших а зачем зачем это людям надо в горах здесь природа в севастополе горах какие там горы в севастополе здравствуйте вы имеете ввиду холмы вот этими горами горами называете ну давайте назовем так бахтисарайский район давайте назовем форос какое какое отношение форос имеет к севастополю вы чё нет а форос территориально отходят за киалки ну так а причем здесь севастополь вы сейчас про севастополь говорили нет а и горы какие горы в севастополе что вы имеете а слушайте байдарская долина орлиная голубинка это все горы какие горы в севастополе какие горы в севастополе я же вам сказал голубинка горы в севастополе блин голубинка вы не слышите это горы да голубинки большой каньон я не знаю конечно если вы сравниваете с дубаями или брусом там или еще там я не знаю вообще то конечно это не горы ну понятно ладно слушайте скажите мне скажите мне вот вы там ну вы крымчанин давно или вы понаехавший мои предки давно я понаехавший мама отсюда уехала в 55 году но вы когда приехали в я приехал в 2006 году а то есть у вас недвижимость уже было до до захвата россии да почему вы оккупировали крым не получается что тогда у вас есть шанс что у вас останется эта недвижимость вам не придется бежать и бросать ее как тем кто купил после я купил у депутата киевской рады я забыл его фамилия если у вас легальная сделка зал в пользу не если у вас легальная сделка я переоформил в киеве да если у вас по украинским законам все оформлено тогда нет проблем единственное что вот может быть вы ответите за то что вы поддерживаете вот это фашистскую власть сейчас российскую вы поддерживаете давайте вам здоровья не не выскажите я записываю выставлю потому что когда придут войска украинские вы все будете отвечать за это вам здоровья ну так скажите а вы боитесь да вы поддерживаете фашистскую власть а то есть вы поддерживаете фашистскую власть отлично вы пойдете на миротворец и с вами будут разбираться он переключился блин он испугался блин он испугался что он свои две палатки тентованные которые он гостиница называет может потерять мнение палатки он не потеряет но за коллаборационизм я думаю что какое-то наказание должно быть за поддержку вот этой оккупирующей власти за это я абсолютно уверен должно быть какое-то наказание он должен его понести и и и и и